приветствую вас друзья нашел на форуме там какой-то реплейчик тема с разборами реплеев видим рыбацкую бухту и 30 зачем-то 6 у вас а сомневаешь их можно хоть в каком-то бою выстрелить это один бой на миллион непонятно что за оборудование стоит я на т30 отряд метки добивал у меня оборудование было вентиляция прицел досылатель а куда можно поехать на т30 на этой карте можно поехать на центр там что-то пытаться от башни настреливать но я наверное как и наш герой скорее всего поехал бы ворот наехал бы немного левее куда мы в принципе видимо и направляемся но что-то как-то не спеша мы едем в общем и целом задача т30 в бою просто отдавать свою альфу время от времени почему-то мы тут опять стоим здесь из-за домика есть хороший прострел кустика где враги часто вылазит и вначале когда часто на центре светятся челики мы могли бы уже зацелить что там стрельнуть но видим наш герой переписывается в чате у меня чат в игре выключена с 2013 года ничего интересного там нету там только срач который мы видим сейчас в игре не знаю зачем он нужен на мой взгляд мы сейчас ничем полезным не занимаемся уже полторы минуты и можно было бы поехать уже потенциально куда-то зацелить возможно стрельнуть и повлиять на бой но вместо этого мы где-то там посидели за домиком что-то там пописали зачем мы этим занимались непонятно так видим городе пару тяжей мы в топе тяжелых танков предостаточно и мы могли бы их зацелить куда-то пострелять чем можно городе здесь позаниматься можно здесь встать на повороте от борта поиграть пострелять можно выехать сюда зацелить центральную улицу туда пострелять можно здесь где-нибудь там от холмика от камешка поиграться она была на центр поехать от башни поиграть так или иначе надо в начале боя сразу ехать вместо где чаще уже привык играть и зацеливать проезды там где ездят враги видим что наш герой такое ощущение что у него никакого плана никакого прострела заготовленного нет вообще видим что он целится в дом из этого куста обычно никто не вылазит обычно люди вылазят с левой стороны а здесь они закатываются сразу назад и тут еще один дом то есть потенциально туда смотреть нет смысла что там мы хотим рассмотреть там враги еще не вылазили не светились но я уже понимаю что смысла в этом нет они явно с той стороны не будут подставляться и вот сейчас уже видно с левой стороны челики подставляются нажирует и заметил и стрельнул я бы допустим выкатывался отсюда стрелял бы либо в центральную либо в левую улицу оттуда также можно и выехать и направо стрельнуть там где сейчас в за наш герой видим что карту вообще не ощущает поскольку он сейчас целится через три миллиона домов если бы он смотрел на мини карту он бы не терял время на выцеливание домов пока что очень слабая отыгровка человек как-то не особо нацелен на результат он как-то вроде бы находится в бою и вроде бы кажется переживает за бой но у него много усилий направленных не на сражение с врагом она какую-то фигню вот сейчас мы едем вперед и здесь опасно могут с кустом тут сбоку нам накидывать в бочину мы здесь просто катаемся по ощущениям начали на расслабоне засветили врага с вертуха на безупреждения каким-то там чудом залетела эта тычка сказать что это везение ничего не сказать чтобы у меня при полном сведении так летела как здесь с вертухи залетела опять мы выезжаем и зацеливаем дом хотя на мини карте видно что человек находится за несколькими домами очевидно что игрок вообще на на мини карту не смотрит может быть он в зацелил но по ощущениям он т32 сначала искал заезжают теперь вперед нам вперед вообще сейчас не надо уже давно и мы по-прежнему могли бы отыгрывать вот эту центральную улицу между домами и аккуратно давать урон когда враги отвлеклись или на перезарядке мы активно агрессивно заезжаем вперед очень плохо целимся но урон все-таки даем с вертухи теперь ползаем медленно назад нужна помощь а помощи нет потому что тут никого нет из союзников ехать сюда не надо было да мы здесь даем урон но нас могли выехать спереди через кустики через домики пострелять мог бы кто-то сбоку от башни нас расстреливать спрятаться там за домиками и в бочину нам наваливать то что мы сейчас не умираем и нас не стреляет ни одна арта не 2 это просто везение это что у нас есть какой-то урон в принципе тоже это но скорее чудо почему у нас не стреляет арта потому что она сейчас утонула скорее всего этот бой больше напоминает какой-то не знаю съемки фильма цирки в каком-то опять наш герой куда-то целится вот смотрите я сразу понимаю что он сильно низко целится враг вот наш человек выцелит его где-то там когда мы куда-то целимся и пытаемся найти контур надо просто так вот мышкой подвигать если там что-то есть значит мы сразу это поймем если контура нет то и нет а еще лучше чтобы не тратить свое время чтобы не заходить в прицел и не искать в прицеле в x900 врага человек который играет на результат ему некогда в прицеле и улазе там в кустах ему некогда там за домиком стоять писать какие-то комментарии сообщения в чатике никогда выцеливать через 30 домов врага которого ну сто процентов нет пострела я уже делал гайд на своем канале как повышать вообще реакцию как правильно целиться во первых смотрим на миникарту как кто-то где-то появился на миникарте мы указкой на него поворачиваем проверяем прицелом контур есть нету если контура в аркадном прицеле нету снайперском прицеле его тем более не будет вот допустим засветился шпрот а мы смотрели вот сюда на миникарте загорается шпрот на миникарту мы должны смотреть очень часто как только т28 прототип засвечивается на миникарте мы смотрим на миникарту по-прежнему указкой поворачиваем до т28 прототип сопровождая глазами указку потом поднимаем глаза на прицел аркадным прицелом пою лазили во врагу контур засветился после этого мы заходим в прицел и начинаем целиться после выстрела сразу выходим из прицела смотрим вокруг по сторонам потом на миникарту оцениваем обстановку и только так будет очень быстрая реакция то есть мы должны по очереди смотреть миникарта аркадный прицел снайперский прицел выходим из прицела смотрим вокруг смотрим на миникарту такая последовательность должна быть постоянно для того чтобы быстро реагировать и для того чтобы следить за всем и на все успевать просто за всеми событиями в бою чтобы успеть надо постоянно смотреть на миникарту и сразу на нее реагировать видим что наш герой в бою не умеет быстро реагировать быстро проверять прострел искать контур врага и в принципе у него никакой задумки на бой нету абсолютное везение что враги никакого не контрили не напрягали у вас права от башни арта вместо того чтобы расстреливать и 30 наполовину утопилось один из двух и сейчас когда чел упоролся вперед мы уехали назад и по-прежнему если бы мы стояли до сих пор здесь мы бы по-прежнему иногда могли бы сюда стрелять то есть весь бой мы могли вот здесь провести где обычная и провожу свое время если я рай на тяжи наш герой весь бой катается тут тут непонятно где и ну полезного он сделал то что с вертухи куда-то попал хотя мог не попасть и ну урона было бы намного меньше а все что остальное делал это он упоролся вперед дал выстрел впритык но его нельзя было делать потому что нам просто повезло что нас там не убили принципе сейчас он зацеливал по зацеливает поворот это в принципе нормальное действие поскольку город мы более-менее проигрываем по счету мы проигрываем поэтому враги скорее всего поедут вперед и когда враги будут выкатываться мы дадим им сразу урон но мы зацеливаем поворот не совсем тот враги могут увидеть нас раньше чем мы их и уехать или бортом начать танковать поэтому мы даже поворот зацеливаем как-то странно в общем и целом от игровка именно самого игрока скилл очень слабый именно персональные действия на низком уровне обои вот такие вот мысли что тут происходит я бы допустим абсолютно по-другому играл вот единственное правильное действие которым за весь бой сделал это зацелил поворот все остальное это просто максимальное везение сейчас можно было назад куда-нибудь зацелить стрельнет там несколько врагов подставляется мы даже не посмотрели что там происходит просто глянул и все зачем-то много каких-то действий просто поворачиваем камеру проверяем контура нет учил за камнями все шоссе шон а жир и делает заходит в прицел покрутил повертел что происходит очень сложно понять поскольку счет очень плохой сейчас нам нужно поехать продавить то направление где меньше всего врагов и у нас каждой стороны по три челика поэтому по сути будет сложно что там что там единство что впереди все шотные поэтому вперед можно продавить опять же стреляем на ходу зачем непонятно вот сейчас бы стрельнули и ушли на перезарядку зачем наш герой спешил я не знаю при этом еще не понятно какое у него оборудование стоит поскольку непонятно стоит ли у него прицел в общем и целом можно было союзников вначале боя разменять намного лучше когда союзники поехали вперед и все сдохли впереди наш человек на т-30 наших на наш герой катался тут за домиками потом когда они все сдохли он поехал вперед вместо этого он мог все это время из центральной улице прикрывать выкатываться и стрелять когда ему удобно все враги светились они иногда уходили на перезарядку очень жестко подставлялись можно было или от борта или на характере выезжать когда враги были на перезарядке давать им спокойно урон можно было намного лучше принять врагов и разменять союзников и при этом не рисковать ехать вперед справа где мы могли слиться в нули ну казалось бы она мы набили 5000 рода но тут особо заслуги какой-то нету в том что наш герой там набил этот урон он просто дал там несколько вертуг куда-то упоролся чудом выжил можно было намного чаще стрелять намного быстрее реагировать намного качественнее стрелять управление камерой танком слежка за миникартой все на очень низком уровне это мое мнение потому что здесь увидел вот такой вот бой и здесь можно было намного больше дать намного качественнее и быстрее принципе на этом разбор заканчиваться спасибо что смотрели с вами был варчик играть красиво всем удачи пока